Как работать с гантелями? Гантели можно использовать для обучения веса, а также пригодности для всего тела. Использование гантелей может быть отличным способом для тренировки дома или в тренажерном зале. Есть много различных упражнений, которые вы можете сделать, и вес можно легко регулировать, чтобы удовлетворить ваши потребности. Гантели особенно эффективны, потому как работают основные мышцы, они также требуют многочисленных стабилизирующей мышцы, чтобы помочь. Обучение правильной гантелей техника. Начальный уровень. Вы можете купить набор, который имеет широкий диапазон весов гантелей, так что вы можете начать свет и работать. Кроме того, вы можете купить регулируемые гантели, которые вы можете увеличить вес, как вы идете. Если вы пытаетесь тон мышцы построить выносливость, а не значительно увеличить размер мышц, выберите весовые коэффициенты, которые позволяют сделать приблизительно от 12 до 20 повторений данного упражнения, прежде чем чувствовать себя слишком уставшим. Если ваша цель именно силовых тренировок и наращивание мышечной массы, выбрать вес, который вы можете использовать только в течение приблизительно 8 повторений, прежде чем слишком устал, чтобы продолжить. Шкала для более тяжелых весов, как только повторы теряют свою задачу к концу набора. Сконцентрируйтесь на форме, не повторений при запуске. Сконцентрируйтесь на использовании наилучшей формы и технику, а не пытаться проскочить повторений, чтобы сохранить ваши тренировки безопасно и сосредоточиться на ваших мышц. Поскольку веса напрягать мышцы и требуют стабилизации и сопротивления мышц, медленно и осторожно движения могут помочь вам сохранить контроль и сосредоточиться на мышце и вы пытаетесь работать. Медленные движения также помогают нарастить мышечную массу и дать организму лучше тренировки, потому что она заставляет ваши мышцы, чтобы стабилизировать и поддерживать вес в каждой фазе движения дольше. Будьте особенно осторожны, чтобы не сверхкомпенсировать с другой частью вашего тела. Не передавать работу на спине. Соблюдайте вашу форму. Когда вы работаете с гантелями, важно обратить внимание на форму и положение тела, чтобы получить максимальную отдачу от каждого повторения, но и избежать вероятность травмы. Держа ваши запястья, локти, руки и ноги в правильном положении может предотвратить травмы и улучшить тренировки вы получите от ваших усилий. Выполнение упражнения перед зеркалом может помочь вам убедиться, что ваша форма подходит для гантелей под программ. Проверьте видео в интернете, статьи из журналов, и поговорите с сотрудниками тренажерного зала, если вам нужно некоторое руководство по надлежащей форме. Тренер может помочь научить правильные осанки и теломеханика для гантелей и тренировок. Работа от юр верхней части тела с гантелями. Выполните бицепса кудри. Ваша верхняя часть тела состоит из рук, плеч, верхней части спины и груди. Существует десятки возможных вариаций гантелей, которые вы можете попробовать, которые будут работать эти мышцы. Для бицепсов, классический гантель-шаг является сгибание рук. Чтобы сделать это, начните с оружием расслабленной по бокам и подтянуть гантели к высоте плеча по отдельности или вместе в течение двух-трех наборов от 8 до 20 повторений. Как поднять гантель, держать хорошую осанку и стараться не дергать свое тело? Цель для плавного и контролируемого движения. Изменения включают в себя сидя сгибание рук и молоток-завиток, где вы включаете в ваши ладони к телу. Работа трицепс. Расширение трицепс является хорошим гантели-упражнением, которое вы можете сделать, чтобы отработать свои трицепсы. Для того, чтобы сделать расширение трицепсов, держать гантели над головой, по одному в каждой руке. Затем, сгибая руку в локте, нижнюю руку вниз и назад к задней части плеча. Поднимите руку обратно вверх, так что над головой. Повторите эту операцию с другой стороны. Держите руку неподвижно и осанку в вертикальном положении. Для изменения вы можете сделать двуручное расширение. Держите гантели в обе руки и выполняют те же движения, как и раньше. Альтернативой трицепсов упражнения является отброса. Чтобы сделать это, поместите ваше колено и руку на скамейке, и удерживайте гантель в противоположную руку, как вы наклониться. Нажмите гантель назад, чтобы ваша рука идет вверх к бедре, как вы расширяете свой локоть. Для каждого из этих упражнений пытаются выполнить от двух до трех наборов, от восьми до двадцати повторений. Укрепить свои плечи Есть большое разнообразие гантелей и упражнений, которые вы можете сделать, чтобы работать ваши плечи. Многие из них являются вариациями на плечо прессы. Чтобы выполнять плечо прессы, начните, держа гантели на уровне плеч, а затем толкайте руки вверх, поднимая веса прямо над головой. Держите их повышенные на мгновение, прежде чем осторожно опускайте их вниз до плеч. Это одно повторение. Не запирайте вы локтями, когда у вас есть веса в самой высокой точке, и заботиться, чтобы не рвануть спину, как вы пытаетесь поднять их. Держите спину прямо и привлечь ваше ядро, чтобы поддержать вас. Прессы можно сделать, стоя или сидя. Используйте гантели для укрепления груди. Вы можете использовать гирю для жимов лежа, наиболее часто используемые упражнения для укрепления груди. Жимы с гантелями, так же, как с гантелями, полезны для разработки мышц грудной клетки и требуют дополнительной стабилизации мышц, которые помогут вам поднять. Этот шаг может быть изменен путем выполнения жима лежа на наклонной, снижения или с нейтральным хватом. Ложась на скамейке, с поднятыми руками перед вашими плечами, нажмите обе гири к потолку, держат на мгновение, и ниже снова медленно. Для изменения попробовать летать упражнение для груди. Сидящая на наклонной, упадка или обычной скамьи или стула, держите гантели в стороны на уровне плеч с руки слегка поклонился. Выполните движения приковывая к принести веса в передней части вашего тела и медленно вернуть их в стороны. Практика упражнений, которые нацелены на спину. Вы можете использовать гантели, чтобы отработать свою спину в ряде направлений. Ряды, отводы и мертвые лифты полезны и простые гантели упражнения для укрепления спины, но они требуют дополнительного внимания к безопасности. Если вы страдаете от болей в спине или травмы, не выполняют эти процедуры, за исключением под руководством обученного профессионально пригодности. Из-за опасности травмы спины, всегда используйте вес, который вы удобны с. Для выполнения ряда, стоять согнутыми в коленях и наклоняйтесь вперед, держа гантели в каждой руке. Будьте осторожны, чтобы держать спину прямо. Один в то время, или оба вместе, поднимите руки вверх вы к вашему ядру. Как вы поднимите гантели выдохнуть? Выдохните снова. Как вы опустите их вниз, вы также можете сделать это в приседе положении, или с руки и ноги одной стороне тела, лежащего на скамейке. Есть 2-3 набора 8 до 20 повторений. Создайте свой трапециевидные мышцы. Чтобы ориентировать свои ловушки, мышцы между шеей и вашего плеча, вы можете сделать очень простой гантели упражнение. Шраги просто включает в себя проведение гантели в каждой руке по бокам. Затем сделайте преувеличенное движение пожав плечами, поднимая плечи и медленно возвращая их обратно к нормальной осанке. Вы скоро начнете чувствовать усталость в ваших ловушках. Выполните 2-3 набора 8 до 20 повторений. Использование гантелей для работы вашей основной. Используйте гантели для дополнительного сопротивления с сокращениями. Несколько ходов могут быть выполнены с гантелями, чтобы выработать всю сердцевину. Одним из примеров добавления веса к нормальной основной тренировке является взвешенным хрустит. Чтобы сделать это, просто держите гантели в передней части груди, когда вы закончите ваши сухарики. Дополнительный вес будет делать каждое повторение труднее и увеличит тренировки ваши мышцы и живота получить. Удерживая гантель над головой значительно увеличит трудности. Чем больше вес, который вы добавляете, тем больше вашей апс придется работать, чтобы закончить каждый набор. Есть 2 набора 20 хрустит. Выполните взвешенные боковые отводы. Это хорошее упражнение для работы косые мышцы, которые работают обе стороны апс. Держа гантель в одной руке, постная на противоположную сторону. Фокусно слегка поднимая гантель, без отдыха его целиком на бедро. Переключение оружия из стороны после 2-3 наборов от 8 до 20 повторений. Попробуйте уачопс. Уачопс являются отличные упражнения для работы вашей основной с гантелями. Начните, держа гантели вверх над левым плечом с удлиненым руки. Затем с движением разделочной, потяните гантель вниз, как вы повернете ядро и присесть. Доведите гантель вниз, так что на внешней стороне голени правой ноги. Держите ваша основной занимается, как выкачаться гантель в исходное положение над левым плечом. Заполните все повторения для той стороны, перед включением и повторением на другой стороне. Постарайтесь не допустить, чтобы ваша спина сгибать и сосредоточиться на своем ядре. Есть 2-3 набора 8 до 20 повторений. Укрепление вашей ноги с гантелями Выполнение пальца ноги поднимает с гантелями. Гантели также могут быть использованы для осуществления мышц ног. Это работает, добавляя вес к перемещениям сопротивления, которые заставляют мышцы работать тяжелее. Для выполнения взвешенного пальца ноги поднимает, удерживая гантели в каждой руке, медленно поднимите себя на цыпочках, а затем опускайтесь медленно нормального положения стоя. Это позволит сосредоточиться на ваших икроножных мышцах. Для вариантов, вы можете сделать это одну ногу в то время, или оба вместе. Вы также можете сделать это упражнение, стоя на ступеньку. Эта модификация позволит увеличить диапазон движения, позволяя пятку упасть ниже уровня остальной части вашей ноги. Есть 2-3 набора 8 до 20 повторений. Варианты практики выпад с гантелями Выпады можно выполнять, ступая одну ногу вперед или назад и держать вес тела равномерно распределяется между каждой ногой. Добавить гантелей в каждой руке, чтобы добавить сопротивление. Как вы согните колени и падение вниз, вы будете чувствовать жжение в бедрах. Вы можете выполнить боковой выпад, просто выйдя одну ногу в сторону и понижая зад к земле. При выполнении выпада держать спину прямо, не давайте его вокруг. Привлекайте ядро и сосредоточиться на работе ног.